Мы сегодня выставили здесь 5 образцов техники. Танк у меня за спиной, это танк Т-64Б1М, поставляется нами на экспорт в страну Африки. Это, скажем так, упрощенная модернизация. Вы помните танк Булат, по виду они практически, вы видите, почти совпадают. Это более упрощенный, более дешевый вариант модернизации танка Т-64. БТРы производятся на опытном производстве ХКБМ имени Морозова. На заводе Малышева освоено серийное производство основных узлов этой машины, а также сборка. Сборка сейчас на заводе Малышева этих машин ведется в том же цеху, что и где и производится сборка танков. Но серийно мы их не производим. В данном случае перед вами последняя версия бронетранспортера БТР-4Е, как раз предназначена для передачи Министерства обороны. Проведен ряд модернизаций, в частности, оснащен вспомогательным силовым агрегатом, как раз для обеспечения работы в стационаре, что я имею в виду, на блокпосту. Для того, чтобы не расходовать моторесурс основного двигателя, установлена вспомогательная силовая установка, которая обеспечивает работу боевого модуля и всего комплекса, который оборудован, который находится в машине. К таким техническим решениям, которые применены на БТР-4, в отличие от стоящих в основной массе БТР-80 и БТР-70, более высокий уровень защиты, более облегченная посадка-высадка экипажа через боковые двери. Приведу такой же пример. Наши водители-испытатели, после того, как начали ездить на БТР-4, пересев с БТР-80, на БТР-80 они уже возвращаться не очень хотят. По огневому, естественно, на БТР-80, БТР-70 стоят, допустим, КПВТ 14,5 пулеметы. Здесь стоит, во-первых, стоит 30-мм автоматическая пушка, стоит 7,62 пулемет, стоит 30-мм гранатомет в боевом модуле, а также на пилонах устанавливается противотанковый аэрокентный комплекс, который дан для действий, который до 5 км. То есть танк можем поразить на дистанции 5 км. У каждого вида вооружений свое назначение. Нельзя говорить, танк лучше или БТР лучше. БТР вообще предназначен для перевозки контингента, то есть десанта, пехотинцев, которая без пехоты, ни одна линия обороны, даже если ее прошли танки, она не считается захваченной. Как только там появилась пехота, все, территория захвачена, зачищена, и дальше может считаться принадлежностью той стороны, которая проводит наступательные действия. Танк предназначен для борьбы прежде всего с себе подобными станками, которые имеют достаточно высокий уровень защиты, который противостоит поражающим средствам. Ответные стороны, это и подкалиберные, и кумулятивные, и фугасные снаряды. Естественно, что если попадет в БТР, попадет снаряд любого плана, то ли осколочно-фугасный, то ли кумулятивный, то ли подкалиберный, БТР мало не покажется. Да, ставим решетки, но решетки это от ручных противотанковых средств. Да, и как показывает практика, они свои функции выполняют. И уже, я так думаю, не один десяток жизней эти решетчатые краны спасли.